Всем привет, на связи Флиртов. Сегодня в гостях у меня в Кремле Владимир Шумшурин, проект «Все твои». Владимир будет выступать на предстоящей конференции. И вообще мы это интервью берем для будущих наших совместных проектов. Владимир, расскажи, как ты вообще попал в тему, твоя маленькая личная история, чтобы подписчики, зрители, радиослушатели познакомились с тобой? Через постель, на самом деле, попал в тему. Ну, смотри, неожиданный вопрос, да, хотя, в принципе, все, наверное, будут неожиданные, потому что мы спонтанно решили снять это интервью. В тему попал около семи лет назад. Когда-то слышал о тренингах по соблазнению и думал, что это на самом деле для полных лохов. И говорю, да что ты! То есть, ну, как бы, явно не для меня, у меня-то все в порядке, то есть, как обычно парни думают. И потом познакомился с ребятами, которые, ну, в отличие от большинства, прошли этот тренинг с пользой для себя на тот момент. И жгли так, что, когда я увидел, как это происходит, у меня волосы встали дыбом, и я подумал, что что-то со мной не так, наверное. Надо исправляться. Да, начал интересоваться, начал у них брать какие-то уроки. Я говорил, ребята, запишите меня на тренинг, на который вы сами там проходили. И вот, как назло, долго не было, и я учился у них, потом прошел там еще пару тренингов сам, потом начал практиковать, практиковать, практиковать. То есть, несколько лет подряд мы ходили в поля, как на работу. То есть, буквально там до последнего мы идем по Самарской набережной, потому что я это начиналось в Самаре. Обещал недолго, да? Сейчас еще две секунды. Вот, и... Вопрос. Ну, с учетом, что мы там до трех, до четырех часов утра летом ходили, выискивали уже все, там, последний круг, вот еще девушка, точно, надо подойти. То есть, и это все заканчивалось чем-то хорошим. Когда у тебя пошли первые результаты такие, когда тебе уже самому начало все идти в кайф, а девушке нравится очень всегда? Ну, было разное. То есть, были моменты, когда, допустим, я там уже год был в теме, но, там, четыре свидания подряд, когда была битва за трусы, проиграно, я просто бился головой об стену, думал, как же так, что я делаю неправильно. То есть, были такие волны, скажем. Поперл в самом начале, когда мне сказали, иди подходи, что ты стоишь, там. Я подошел, и каким-то непонятным для меня образом девушка оказалась у меня дома, правда, тогда не было секса, но, как бы, я не знал, что с этим делать. Но сам факт, что я девушку с улицы поймал и сразу привел к себе домой, там, привез на машине, то есть, для меня это был такой пришлеснос вообще. Ну, а сейчас какие девушки тебе нравятся? А давай, давайте, нравится сейчас девушке. Да, это актуальный вопрос. Как ни странно, пока еще, да. Ну, нравятся разные, нравятся позитивные девушки. То есть, если раньше был счет на количество, то сейчас на качество, и сейчас уже, наверное, я в поиске, как бы, своей, второй половины. Ну, и, как бы, есть даже, может быть, претендентки, да, она претендентка, можно так сказать. Вот, ей привет сейчас большой. Ну, суть в том, что мне нравится позитивная девушка, когда ты подходишь, и она начинает улыбаться, да, там, смеяться, что-то отвечать. Ты стоишь, смотришь на нее этих, я не знаю, у тебя у самого улыбка плывет просто по лицу. А когда ты подходишь, и там что-то такое с губами, типа, что мы хотели, ты думаешь, нет. Ну, секс, как бы, в данном случае я выбираю. Либо или секс, или, вот, не знаю, весь вечер проведенный с ней на свидание, и слушать, вот, какие у нее страйзики на кепочке. Я предпочитаю остаться дома, наверное, и поработать. Ну, а вообще, то есть, в твоей тренерской деятельности, в будущем, какие планы на будущее вообще? Какие-то проекты, может быть, уже ожидают? Ну, проекты... Нет, много проектов, все работают, как бы, сам понимаешь, на месте никто не стоит. Как бы, и всех, кто в этой теме, я знаю, они все работают, потому что тема пикапа, она связана с развитием и со стремлением вперед. Ну, с женщинами хотим начать работать себе вплотную. То есть, мы уже работали какое-то время назад, потом мне это окончательно разонравилось, потому что мы немножко на разных языках говорили, а сейчас вот решили вплотную заняться женщиной. А вот расскажи про свои вообще тренинги. У тебя... Ну, мы с тобой разговаривали уже предварительно. Помнишь? Ну, помню, было это полчаса назад. Вот у тебя есть преимущественно индивидуальные тренинги, да? То есть, если кто-то захочет учиться у тебя, то лучше всего идти к тебе на индивидуалку, да? То есть, в нашем проекте я занимаюсь 90% индивидуальным тренингом. То есть, ты считаешь, что такой, как бы, метод обучения, он есть самый лучший? Не, любой метод хороший. Если человек, скажем так, рассчитывает на собственную ответственность, если он готов к работе, то достаточно, может быть, какой-то там не сильной групповой работы, и человек просто поймет, что, блин, да, это работает, надо только практиковать. Но зачастую большинство у нас ленится что-то делать. Большинство боится, большинство, не знаю, испытывает какие-то там жалости к себе и все прочее. То есть, индивидуальная работа, она, естественно, лучше. Единственное, что она дороже. То есть, это у всех так, и, как бы, я не скрываю, что мы являемся, то есть, одними из самых дорогих в плане индивидуальной работы в Москве. Ну, насколько я знаю, в Москве. Всегда есть выбор у человека. А вот, если в обучении, да, то есть, брать именно обучение, а вот в чем твоя отличительная особенность в обучении? Сейчас, перебьюсь, а мне в моменте показалось, что мы сейчас ведем какой-то репортаж, и мне хотелось сказать, Татьяна, Татьяна. Ну, ладно, это что, публика не уснула там на том конце монитора. Еще раз подход. Вопрос. Я уже не могу стать серьезным лицом, то есть, очень много работы было днем, и хочется как-то попрекалась. Мы с тобой тренировались серьезным лицом, у нас не получилось просто. Да, надо смотреть на палец долго и не улыбаться. А вот у каждого есть своя изюминка, да? Не только в сейс-сто, даже у трениров. Даже у трениров. В чем твоя изюминка? Как человек или как тренер? Как тренер, да, но сейчас для подписчиков, для зрителей. Ну, скорее не как тренера, а скорее как проекта. И как бы той модели обучения, которой мы даем, изюминка в том, чтобы разрешить себе все и при этом оставаться самим собой. То есть, максимум искренности. Я считаю, что это самая лучшая изюминка и самая лучшая модель. Нравится – делаешь, не нравится – не делаешь. То есть, говоришь то, что хочешь. То, что не хочешь – не говоришь. Окей. А вот ты всех берешь в ученики себе? Ну… Есть какой-то отбор все равно. Судя по базарегам. Это без надега не проходит. Нет, я слышал такое, что люди некоторые говорят, вот мы берем, если на индивидуалку, то я даже знаю конкретно этих людей, хорошо к ним отношусь, но это их. Они берут только после прохождения каких-то уже базовых навыков. То есть, мы берем абсолютно все. То есть, причем к нам не так давно приходил человек, которого не взяли в одну из конкурирующих фирм, по каким-то причинам, ну, тренинг-центров, а не фирм. То есть, мы взяли его, ну, как бы, приходится подбирать людей, то есть, ну, не бросать жизнь, как говорится. Ну, можно сказать, что берем всех. То есть, единственные были случаи, там, они единичные, когда человек приходит и говорит, вот мне нужна таблетка, да, то есть, я хочу прийти, отдать денег, вы мне дадите такую конфетку заколдованную, которую я... Даете таблетку, идите в поля. Да, я съедаю, и у меня получается так, что я завтра просыпаюсь там с тремя девушками в одной кровати. Такого не будет. То есть, таких мы не берем, либо мы человеку даем понять, что это стресс, в первую очередь, это работа над собой. То есть, кто не готов к стрессу, можете не приходить к нам на обучение. У меня привычка такая, то есть, как бы, я сразу говорю людям, как будет, на самом деле. Потому что, да, кто-то переживает, это легче, для кого-то это реально очень тяжело, но придется работать. Для этого есть я, для этого есть другие тренеры, которые берут там за яйца, говоря по-русски, и не отпускают до тех пор, пока человек не получит результат. А вот, что бы ты пожелал людям, да, которые только встают на путь соблазнителей, пикапа и так далее? Ну, кроме того, чтобы они приходили к тебе на тренинги, ну, естественно, это обязательно всем быть, всем записываться. Смотрите, что бы я пожелал, я пожелал бы никогда не сдаваться, ребят, я пожелал бы вам завидовать людям, у которых есть девушки красивые, в хорошем смысле. То есть, не надо путать с завистью, типа, ааа, там, чтобы он себе ногу сломал, идет с такой классной телкой, а я тут один. Шлюха, наверное. Меня, да. Она, наверное, шлюха, а у него, наверное, там много денег, точно, и они вот так вот как-то друг друга нашли. Нет, смотрите, я вам желаю искренне завидовать, завидовать по-хорошему, зависть здоровая, зависть, она стимулирует очень сильно. Лично меня это очень сильно мотивировало раньше подходить к девушкам. То есть, когда ты идешь, весь такой хороший, вроде бы умный, красивый, нарядный, ну, как каждая о себе думает. И видишь, ну, очень красивую девушку с каким-то упырем, там, я не знаю, какие мысли рождаются в голове, и ты думаешь, как же так, почему она не со мной, и, то есть, это тебя очень сильно мотивирует. Это первое, ну, завидуйте, и завидуйте правильно, чтобы это вас мотивировало. И второе, никогда не сдавайтесь. То есть, на первых порах человек могут послать нахер. Очень много раз. Ну, раз ты сказал шлюха, я посчитал, что можно сказать слово нахер. Поэтому, смотрите, ребят, никогда не сдавайтесь, ни в коем случае. Бывает такое, что вот, даже у меня бывает такое, то есть, ни один нормальный тренер вам это говорить не будет, но я немножко ненормальный тренер. То есть, нет ни одного тренера по соблазнению, я вам просто открою небольшую такую завесу тайны, у которого абсолютно стопроцентная, вот, скажем, вызванимость, конверсия, секс и так далее. То есть, бывает такое, что у тебя такой день сегодня, не знаю, ты встал не с той ноги, или девушки встали не с той ноги. То есть, бывают всероссийские дни унылого говна, когда ты подходишь к десяти, к двадцати, и они все говорят, там, пошел, пошел. То есть, такое бывает тоже. И в этот момент главное не сдуться, потому что приходит мысль, что что-то со мной не так, я, может быть, заболел, может, мне стать геем, не знаю, так проще. Может быть, это не мое. Да, может быть, это не мое, первая мысль, которая приходит. Я, кстати, как раз всем советую вести дневник для этого, и называем его дневником успеха или успешной реальность, где записаны только наши победы. Парни, вот, к примеру, даже если вы, как раз вам Владимир сказал, что у тренеров все то же самое бывает. Все люди, на самом деле. Да, все люди. Он не бог, я думал, придет, но на самом деле, есть. Есть божественное у Владимира, по энергетике мы потом устроим. Отдельный репортаж, я думаю. Потому что... Сейчас меня разводят, мне кажется, на что-то. Давай к делу. Ну все, делаем потом. Спасибо тебе за репортаж. То есть вопросы были все, да? А я, по-моему, что-то задавал, я забыл. Ну, мои зрители знают, что я очень часто забываю что-то сказать. Это нормально, я потом допишу. Спасибо тебе. Ты приоткрыл для них завесу успеха. То, что идет она через стену. Вы, кстати, обещали мне дать печеньки за выступление. Почему я не вижу печенье до сих пор? Да, лежат. А, вот они. Просто пакет маленький, половинка я съел. Я понял. Спасибо тебе. Да, ребят, спасибо. Всем вам тоже спасибо за то, что смотрите нас. И успехов вам. Всего хорошего. Счастливо. Увидимся на конференции. Пока. Пока. Пока.